Совсем как настоящее, только заметно меньшее в Сингапуре, проходит выставка моделей пагод, созданных в шанхайской мастерской более ста лет назад. Экспозицию в музее азиатских цивилизаций осмотрели мои коллеги. Созданные в Шанхае, впервые продемонстрированные публике в Сан-Франциско в 1915 году и спустя более чем сотню лет представленные в Сингапуре. 84 модели китайских пагод проделали необыкновенное путешествие. Впервые эти пагоды показали в Сан-Франциско, что стало одним из первых контактов современного Китая с Америкой. А то, что сейчас их выставили в Сингапуре, показывает его роль как хаба для обменов между Востоком и Западом. Пагоды создавали воспитанники мастерской Тушань-Вань – исторического места, созданного в Шанхае для детей-сирот в середине 19 века и просуществовавшего почти 100 лет. Они выполнены с максимальной точностью. На некоторых даже запечатлены детали, которые в реальности были утеряны после многочисленных реставраций. К примеру, на этой древней шанхайской пагоде под названием «Цветок дракона». Это пагода Кайюань, такие распространены на севере Китая. Модель выполнена очень реалистично. Видны даже строительные отверстия, которые использовали для крепления балок. С другой стороны, создатели также могли дать волю фантазии и добавить какие-то элементы, которые не существовали. Например, вот этих картин у основания пагоды никогда не было. А так выглядели кирпичные останки пагоды Лэй Фэн, сгоревшей во времена правления династии Мин. Ученые уверены, что эти пагоды – не только хорошая демонстрация архитектурных достижений Китая в разные эпохи, но и отличная память об истории страны для следующих поколений. Мира Лу, CGTN